Добрый день, уважаемые ветераны! Это наша очередная с вами встреча, предпоследняя в сезоне 7 мая, вот очередной клуб ветеран. Сегодня к вам на встречу пришли представители здравоохранения. Монохина Ирина Ивановна, начальник управления по организации помощи взрослому населению Департамента здравоохранения, сейчас мы перед вами как раз. Встречайте, пожалуйста. И о чем хочу предупредить. Если у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, в письменном виде мы передадим, учитывая тем лицам, которые у нас здесь были, получим ответ и до вас доведем. Только, пожалуйста, выставляйте контактный телефон и адреса. Всего доброго! Добрый день, уважаемые ветераны! Сегодня мне хотелось бы вам рассказать то, что ново планируется в здравоохранении в 19, 20 и 21 году. Вы, наверное, уже все слышали, что говорят все о развитии региональных проектов. Я хотела бы вам немножечко коротко рассказать, что это такое, что планируется и чего мы от этого ожидаем. Значит, с января 2019 года, значит, реализация семи региональных проектов в этой сфере здравоохранения и два региональных проекта в сфере демографии, которые касаются непосредственно всех нас. Итак, первый проект более актуальный, более значимый, потому что так как злокачественные образования касаются практически, ну нет, наверное, ни одной семьи, которую бы не сталкивают родственники, знакомые или близкие, поэтому мы уделяем этой проблеме большое внимание. И первый такой проект, который я хочу вам рассказать, это борьба с онкологическими заболеваниями. На что направлены эти проекты? Конечно, первое – это снижение смертности, это раннее выявление. С выявлением диагностированное заболевание позволит или добиться полного излечения, или достаточно эффективное лечение, что продлит нам жизнь. Что в рамках этого проекта мы ожидаем? Это, конечно, повышение доступности качества медицинской помощи, разгрузить онкодиспансер, приблизить оказание помощи на местах. Поэтому мы планируем создание пяти центров в благотворной онкологической помощи. В 2019 году такой центр будет создан на базе Шуйской ЦМБ. Конечно, уже начат подготовки специалистов, уже готовятся помещения, планируются закупки новой оборудования. То есть в этих центрах будет первичная консультация, диагностика, а уже на лечение, предупреждение непосредственно диспансер, химиотерапию тоже планируется проводить в этих центрах. Конечно, помощь будет приближена. Людям не нужно будет из отдаленных районов ездить в церковь в 8-й центр. Такие центры планируются. Значит, в 2019 год это Шуй, в следующий год это Кенишемская ЦМБ, 7-я группа больница, 4-я группа больница и Теневская ЦМБ. В рамках этого проекта, кроме того, что будут дознащены эти центры, как оборудованием, так и подготовленным будут специалистами, конечно, выделяются большие средства для подознащения онкологической диспансеры. Потому что оборудование устаревает, современное появляется, и мы планируем даже открыть новых таких гипностических возможностей, которые в Ивановской области не было. Это к концу 2019 года, начало 2020, это развитие нового метода диагностики. Наверное, мы слышали так называемое ПЭТ-КТ. То есть это позитронная эмиссионная компьютерная томография. Уже подготовительные работы, готовятся помещения. То есть это очень важное и значимое такое оборудование, которое будет в Ивановской области, даже проверяется на использовании других ближайших пациентов, обследователей ближайших областей. Это Владимир, Кострома, возможно, Ярослав. Следующий проект, о котором я хотела вам коротко рассказать, это борьба с сердечно-сосудистым заболеванием. Все эти наши проекты уже стартовались с января 2019 года. Что такое сердечно-сосудистые заболевания? Это основная причина смертности нашего населения. Это инсульты, инфаркты. И, конечно, люди должны знать и о клинических проявлениях, чтобы своевременно обращаться к врачу, чтобы своевременно вызвать скорую помощь, чтобы довезли в то учреждение, где будет оказана помощь в полном объеме. Так вот, в рамках этого проекта мы также будем оборудовать переснащать уже имеющиеся такие сосудистые отделения и повышать доступность этой помощи. В 2019 году уже открыто оснащено оборудование Киешемской ЦНБ ангиографическим комплексом. И поэтому, если раньше такие операции, как в СТИР, проводились только в областной больнице, теперь уже проводятся как в Киешемской ЦНБ, так и в областной больнице. Это тоже удобство для людей, что не надо ехать в такое большое расстояние, то есть в своевременно будет оказана помощь. Закупается новое оборудование. То есть старые, уже устаревшие, которые интенсивно работают по компьютеру, и там могут быть заменены на новые. Следующий значимый проект – это развитие первичной медико-санитарной помощи. Конечно, это касается практически всех нас. Это развитие и оснащение поликлиник. В настоящее время ряд поликлиник попали в модернизацию, конечно, они оснащены, но есть еще проблемы. Для того, чтобы не ждать, снизить очередность, мы планируем организовать нужную новую модель медицинской медики, так называемую бежливую технологию, тиражировать во всех поликлиниках. И сейчас у нас таких поликлиник очень много. Кроме того, это оснащение отдаленных районов фапами, модульные фапы, чтобы они планировали с их установкой и привлечением конечных специалистов, чтобы с населением больше 100 человек, и если сделать пункт удаленный, то медицинская организация более чем на 60 километров, были организованы такие фапы, чтобы люди могли прийти, обследоваться, получить необходимую помощь. Значимый проект – это, конечно, это привлечение кадров, кадровое обеспечение, потому что, сколько бы мы ни говорили, очень важно, чтобы было кому оказывать помощь. Здесь тоже предусмотрены и меры поддержки, и другие, где там целевые договора, которые направлены на привлечение медицинских специалистов в нашу область. И из других проектов, на которые я хотела обратить ваше внимание и рассказать, это в рамках национального проекта «Демография» проект «Старшее поколение». «Старшее поколение» – это совместный проект социальной защиты населения. Он предусматривает как веры, которые оказываются социально обслуживание, так и медицинское составляющее. Это, конечно, развитие гериатрической помощи. Мы уже начали подготовку гериатров, потому что это достаточно важно. Люди с возрастом имеют особенности течения заболевания. Применение, наверное, много каких-то современных средств, современных методик лечения. Поэтому мы планируем как расширение кончиков фонда, чтобы больше людей возможность, так и обучение специалистов, которые могли бы оказать коллективную помощь именно людям пожилого возраста. И еще один проект, о котором я хотел вам рассказать, короткое название – это «Крепление общественного здоровья», а полное название – это «Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни», включая здоровое питание и исключение вредных привычек. Здесь, конечно, большой упор делается на пропаганду, на информирование населения, какие факторы способствуют возникновению болезни, как болезнь легче предупредить, чем возникнуть болезнь уже лечить. Это различные программы, создание общественных центров, массовые акции. Поэтому, наверное, скоро вы тоже почувствуете вот такое информирование в полном объеме. Я смотрю, если мне оставляют записки, пожалуйста, записки я все, конечно, с собой возьму. Где-то есть, сказали, какой-то ящичек, где вы можете потом подумать, если возникнут вопросы, написать, все нам передадут. Единственное, что, конечно, хотелось, чтобы вы оставляли эти фото, чтобы вы могли связать, и мне-то вам рассказать, решить вашу проблему. Ну, если коротко, о том значимом, что планируется в 19-м году, я вам рассказала. Конечно, эти проекты, они, ну, общая такая тенденция, но они производят еще и конкретные мероприятия. И часть мероприятий мы уже проводим. Первое, это, конечно, важно прохождение диспансеризации профилактических осмотров. Пожалуйста, все, кто не проходил, можете ретформировать своих соседей. Где-то важно, чтобы все временно выметь болезнь, надо обратиться к врачу. И тогда уже будет и легче ее лечить, получить свое время на лечении, и чтобы все это позволило нам снизить и заболеваемость, и смертность. Профилактические осмотры вы можете проходить ежегодно. Диспансеризацию – это раз в три года. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас мы постараемся организовать, особенно в городе, максимум в течение двух дней вы можете эти все обследования необходимые пройти. Если что-то выявляется и требуется углубления, тогда вам, конечно, замечают специалистам и тоже потребуют несколько большее влияние. Так, уважаемые ветераны. Ну, вот, коротко я вам рассказала, если вы, значит, еще раз повторяете, возникнут вопросы, пожалуйста, пишите. Сейчас, пользуюсь таким случаем, хотела бы вам, конечно, в преддверии праздника Великих Парфетов, вам пожелать всем здоровья, конечно, долголетия, хорошего настроения, чтобы каждый день приносила радость, чтобы меньше было ваших жизненных огорчений, чтобы было взаимопонимание как близких, друзей. Всего самого доброго. Спасибо. Обследование платное или по инвалидности? Как будет? Все обследование, конечно, предусмотрено в рамках программы «Бургарантия» и все, что у нас начать в рамках, нужно проводиться бесплатно. Спасибо. Спасибо, Ирина Юрьевна. Сейчас вам встречу... Все передадим, все передадим. Не волнуйтесь. Задорожная Ирина Александровна, заместитель начальника госпиталя ветеранов и вы по лечебной части. Также, значит, какие-то вопросы, запишите, оставляйте, мы все это возьмем, направим, получим ответы и до вас доведем. Здравствуйте, уважаемые ветераны. Я заместитель начальника госпиталя, который представили. Хочу немножечко рассказать вам про госпиталь ветеранов воин, который уже, наверное, может быть, уже многие из вас знают, но тем не менее. Госпиталь находится в центре города, на проспекте Ленина. Для ветеранов организовано приемное отделение, которое находится со стороны остановки. И как бы удобный транспортный подъезд. Также у нас есть определенные категории, которые мы лечим. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники концентрационных лагерей. Более молодая категория – это ветераны боевых действий, это участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также семьи умырших при исполнении. Нужно сказать, что для ветеранов у нас организовано два отделения на базе госпиталя. Это отделение терапии на 60 коек и отделение неврологии на 60 коек. На отделениях ведется специализированная помощь по профилю гипертонической болезни, шимической болезни сердца, заболевания легких, хронический бронхит, в частности, заболевания желудочно-кишечного тракта. На неврологическом отделении лечатся пациенты с последствиями черепно-мозговых травм, с полиноэропатиями, последствиями военных травм. Госпитализация организована плановым. То есть, госпиталь рассылает путевочки в лечебные учреждения, в поликлинике и в ЦРБ Ивановской области. Соответственно, по месту жительства участковый терапевт, он ведет очередность, да, для того, чтобы направить пациентов на лечение. И таким образом, то есть, экстренной госпитализации нет, вся госпитализация плановая. Нужно сказать, что у нас была такая небольшая проблема, у нас были недоезды, да, как бы вот, ну, не все путевочки плановые реализовывались, но мы работали с поликлиниками и с центральными районными больницами, этот вопрос у нас сейчас в настоящее время решается. Вот в течение трех с половиной месяцев этого года у нас уже практически нет недоездов. То есть, все путевки, которые мы высылаем, все они реализуются. То есть, к нам приезжают лечиться по путевку все те, кто запланировал. Но нужно сказать, что кроме таких профилей, как терапия и неврология, для ветеранов существует еще также и травматолго-ортопедическая помощь по показаниям. Сюда входит и высокотехнологичная медицинская помощь. То есть, вот эти вот льготные категории, которые я перечислила, могут получить помощь по заболеваниям костно-мышечной системы. Это эндопротезирование коленного сустава, тазобедренного сустава, высокотехнологичные операции на кистях, стопах, на позвоночнике. То есть, на 2019 год выделено определенное количество квот в рамках Федерального фонда медицинского страхования. Примерно 600 на тазобедренный сустав на замену и примерно 500 на коленный сустав. Ну, очередность около полгода, если в плановом порядке. Если происходит какая-то экстренная ситуация, травма, то происходит замена сустава вот в экстренном порядке, без ожидания очередности. Ну, что я еще хочу сказать. То, что у нас существует много подразделений, отделений в структуре госпиталя. В ветеранском корпусе есть кабинет ультразвуковой диагностики, есть кабинет эндоскопического исследования. При необходимости пациентов показывают специалистам к урологу, к окулисту. Если нужно, то мы осуществляем выездные консультации. Там лечебные учреждения областные, областную больницу, карту, спонсоры. Но это все уже по показаниям, которые возникают в процессе лечения. Также еще у нас организовано лечебное питание. У нас такие небольшие комфортные палаты для лечения ветеранов. То есть, в общем-то, мы стараемся создавать условия. Вот такие, очень комфортные. Вот. Ну, что еще хочется отметить, что также у нас есть отделение медицинской реабилитации, где получают реабилитацию пациенты, перенесшие операцию высокотехнологичную, после замены суставов, да, или какие-то высокотехнологичные на костно-мышечной системе. То есть там как раз возвращается вот этот вот потенциал утраченный, да, и разрабатываются функции конечностей, которые были утрачены при травме или после замены суставов, для этого существуют мощные кабинеты лечебной физкультуры, физиолечения, лечебной гимнастики. То есть для этого у нас есть определенная база. А также ЛФК, массаж, азокерит, грязи лечения. То есть это все также назначается по показаниям. Ну, конечно, если нет противопоказаний, потому что эти все лечения должны быть обоснованными, да, врачебными назначениями. Ну, вот такая у меня информация. Может быть, у кого-то вопросы появились. Спасибо за внимание. Поздравляю вас, поступающим. Поздравляю вас. У кого-то есть вопросы, пишите нам, передавайте. Мы все передадим госпиталям и получим ответы, доведем до вас. Ну, а сейчас перед вами выступит, в общем, будет и там концерт лауреата международного, международных конкурсов струнного ансамбля «Интермеца» Ивановского музыкального училища. Художественный руководитель Валентина Новикова, концерт-министр Елена Громова. Приятного аппетита. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОitas СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Этот «Жан Кучи» популярный и в нашем мире, и мы с удовольствием сегодня у нас премьера исполняем для вас фантазии на темы русских романцев. «Жан Кучи» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Присведение дорого мне, дорого моему ансамблю, и я думаю, что оно будет дорого и вам, потому что это присведение посвящено творчеству замечательного нашего певца, нашего времени XX века, Муслиму Мадаманову. Я думаю, что из присутствующих в этом зале, наверное, все знают, но, к сожалению, молодежь стала забывать, и поэтому мы решили создать вот такую фантазию музыкальную на темы песен, которые пел Магомаев, которые звучат и сегодня. Конечно, невозможно охватить песни про Павел Магомаева. Ему было под силу все. И помните, как и блестяще он пел Али Фигера. Он мог петь в оперной Али, он мог петь эстраду, он мог петь песни на итальянском языке. То есть это была эпоха. Все, что вы узнаете, вы узнаете все из того, что мы сыграем. Вы, пожалуйста, подпевайте, не стесняйтесь. Кроме того, что вы замечательные слушатели, я еще думаю, что вы замечательные исполнители. Итак, вперед. Фантазия. Кумир Виллионов. Муслим Мадаманов. Кумир Виллионов. Кумир Виллионов. Муслим Мадаманов. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Студенты 4-го курса, лауреата всероссийского конкурса, лауреата международных конкурсов Кирилла Орлакова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо большое. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 который еще исполнил несколько писем, лауреата международных конкурсов Алену Серегину. Русская народная песня «Ненолодочный катарский». 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 У всех есть своя традиция. Традиция нашего ансамбля заканчивать свое выступление замечательным произведением, которое тоже вам наверняка известно. С пожеланиями вам здоровья, любви, согласия, мира и вечной-вечной любви. Шарль Познаволь вечной 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 любви. Субтитры подогнали Симон. 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 Аплодисменты.